Польша подтвердила свое участие в международной выставке Экспо-2017 в Астане. Приглашение от имени Нурсултана Назарбаева президенту Польши Анджею Дуди лично вручил комиссар международной выставки Рапиль Жушибаев в ходе визита в Варшаву. Владельцы польских компаний уже заявили, что привезут в Астану свои лучшие разработки в сфере охраны окружающей среды и возобновляемой энергии. О чем еще договорились стороны, расскажет наш корреспондент Шолпан Найманбаева. Свои разработки на Экспо представит и Польша. Она стала 76-й страной, которая официально подтвердила свое участие в Экспо-2017. Уже известно, что польский выставочный павильон расположится по соседству со стендами США, Нидерландов и Ватикана. Его площадь составит 400 квадратных метров. Польша до недавнего времени почти 90% электроэнергии получала за счет сжигания угля. Сейчас же польские власти взяли курс на зеленую экономику и намерены к 2020 году достичь 20% показателя в использовании возобновляемых источников энергии. По словам польских разработчиков и бизнесменов, им есть о чем рассказать и чем удивить иностранных гостей на Экспо-2017. Ряд компаний, которые мы услышали, хотели бы показать свои разработки. Это по биомассе, по использованию ветровой энергии. В законах, которые ввела Польша, как раз есть инвестиционная составляющая. Те инвестиции, которые внедряются, вкладываются именно в возобновляемые альтернативные источники энергии, у них очень высокий показатель преференции. И, конечно же, это привлекает и бизнес, чтобы вкладывать именно в это направление. Наша компания «Урсус» – самый большой производитель тракторов в Польше. И мы видим много возможностей на казахстанском рынке. На Экспо мы хотим представить интересные комплексные системы, работающие на биомассе. У нас есть конкретные предложения в этой отрасли. В Казахстане мы видим огромные перспективы. Для Польши участие в Экспо-2017 не только отличная возможность презентовать новые технологии. Поляки делают ставку на расширение двустороннего сотрудничества с Казахстаном. Я уверен, объемы инвестиций в Казахстан будет только увеличиваться. Мы также хотим участвовать в программе приватизации. Помимо этого, я уверен, Экспо увеличит интерес со стороны малого и среднего бизнеса. Мы заинтересованы в совместном развитии сельского хозяйства и фармацевтической отрасли. Не менее важными в двусторонних отношениях Казахстана и Польши являются совместные планы по развитию туризма. Чтобы увеличить поток туристов, стороны планируют уже в следующем году запустить прямой авиарейс между двумя столицами. Кроме того, сейчас Астана и Варшава активно работают над облегчением визового режима. Я вижу, что взаимоотношения между Казахстаном и Польшей развиваются динамично. Я более чем уверен, что туристические потоки между нашими странами увеличатся благодаря Экспо и Универсиаде. А запуск прямого рейса поможет нашим туроператорам разработать новые туры и маршруты. Я думаю, Казахстан удивит наших граждан. К слову, открыть для себя Казахстан в 2017-м смогут не только польские туристы, но и наши путешественники будут иметь возможность поближе узнать эту европейскую страну. В следующем году, когда внимание мировой общественности будет приковано к Экспо, Варшава намерена провести в Астане Дни культуры Польши.